МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Встреча с венгерским бизнесменом состоялась в зале заседания районной администрации и началась с представления гостей. Сегодня сделали нам предложение, бизнес-предложение. Близость областного центра, близость порту и те трассы, которые проходят по нашему району, позволяют сегодня, в общем-то, говорить о том, что сегодня в районе можно заниматься бизнесом. У нас присутствует представитель министерства Елена Михайловна Сорокина, которая является у нас начальником отдела инвестиций и сопровождения проектов. Вопрос в привлечении инвестиций в сельское хозяйство является наиболее приоритетным для руководства нашего министерства. На сегодняшний день сельское хозяйство, могу смело заявлять, что является лидером по реализации инвестиционных проектов в экономике области. На сегодняшний день там реализуется наибольшее количество проектов. Выступление гостя, показ слайдов и последующее обсуждение темы развития овощеводства в нашем районе не оставили равнодушными руководители хозяйств района. Были заданы ряд вопросов финансового и экономического характера. Гости пообещали продумать все варианты сотрудничества и в следующий приезд определиться с формой работы с российскими партнерами, устраивающей обе стороны. На сегодняшний день приобретение технологии выращивания овощей, представленной господином Шандером Сабо, интересны для наших сельхозпроизводителей. Но проектирование, строительство и закуп оборудования требуют серьезных финансовых вложений, которые могут сделать только банки. Если государственные структуры реально начнут помогать сельхозпроизводителям, то возможно в нашем регионе появятся современные комплексы по производству овощей европейского уровня с высокой производительностью. Сергей Зыков, Марк Зыков, телекомпания «Премиусия». Полным ходом идет признанная кампания. В среду 16 мая в Международном отделе военного комиссариата состоялось заседание по вопросам весеннего призыва. Ребята-призывники докладывали председателю комиссии, заместителю главы администрации Елене Сенченко, о прибытии на призывную комиссию. Приятно удивило, что практически все призывники либо учатся в ВУЗе, либо заканчивают его в этом году. На фоне разговоров о том, что армия у нас рабочекрестьянская, как в 20-е годы прошлого века, наши ребята выигрывают и могут быть призваны в престижные рода войск. Вопросы комиссии касались здоровья, гражданства, семейного положения. Некоторые парни худощавы, и таким необходимо набрать вес. Некоторые изъявили желание служить в ВДВ, и комиссия обещала содействовать этому. Пожелаем призывникам успешной службы и возвращения домой настоящими мужчинами. Сергей Зыков, Марк Зыков, телекомпания «Премиуси». А сейчас коротко о самых значимых событиях уходящей недели. На планерном совещании в районной администрации в этом году говорили о том, что майские праздники, День Победы в частности, в районе отметили замечательно, но не везде. Из 80 населенных пунктов торжественные мероприятия состоялись всего в 32, а в селе Ресное и вовсе торжественный митинг был практически сорван. Николай Сенченко, руководитель службы ЕДДС, озвучил проблему, связанную с работой поисковых отрядов в ходе весенней вахты памяти. На территории нашего района поисковиками было найдено 172 единицы оружия и боеприпасов. Это противотанковые патроны, гранаты, мины в ремонт Великой Отечественной войны. На данный момент специалистами департамента МЧС все взрывоопасные вещества обезврежены. Аномальная жара, установившаяся в этом году в мае, стала причиной ряда истандартных ситуаций. Матвиво-Курганский район, как и вся Ростовская область, переведен в пятый самый высокий класс пожарной опасности. Глава района Рудковский распорядился назначить ответственных и достаточно жестко наказывать тех, кто не соблюдает мер пожарной безопасности. Сухая жаркая погода – катастрофа для земледельцев. Севпрепашных культур, в частности подсолнечника, заканчивается, а озимы уже начинают колоситься. Высокой урожайности зерновых культур может так статься в этом году не будет. В связи с засухой риск увеличил испотребление воды населением. В итоге набор воды в домоградлении слабый. Говоря о планах на предстоящие две недели до очередного планерного изучения, Александр Рудковский в числе первоочередных поставил следующие задачи. Борьба с травой, которую следует регулярно выкашивать, наведение порядка на остановках общественного транспорта, на стоянках машин, согласно существующим правилам другоустройства. В преддверии майских праздников телекомпания «Премиуси» совместно с районным отделом образования провела акцию «Современные дети детям войны». Школьникам как повод к размышлению и осмыслению прошлого своей малой родины был предложен видеофильм «Лишенные детства», автором которого стали журналисты и операторы телекомпании. Заключительное мероприятие акции состоялось в актовом зале первой мотивы Курганской школы. Цель – дать повод молодежи сравнить трудности наших дней с теми, что выпали на долю их бабушек и дедушек. Благодарность за героическое боевое детство сугубо символическое – всего 10 рублей с одного школьника. Однако сообща собрали более 23,5 тысяч рублей. Ряженская школа перевыполнила план, собрав 139% или 3660 рублей. Новоандриановская и Садбазовская по 125, Греко-Тимофеевская – 110 и Ново-Николаевская – 100. На заключительном этапе акции ребята приготовили для героев видеофильма творческие подарки. Исполнили стихи и песни. В преддверии Международного дня семьи в минувшую субботу четыре семейные пары Матвеева Курганского района первыми получили губернаторский знак во благо семьи и общества. Это золотые юбиляры Пётр Васильевич и Анна Михайловна Кременко. К сожалению, один из награжденных, ректор Александрович Петров, ушел из жизни раньше, чем пришла самая высокая награда. Получала ее вдова Алла Николаевна. Еще две семейные пары отметят в этом году изумрудный юбилей со дня бракосочетания или 60-летия совместной жизни. Это Зоя Ивановна и Кузьма Арсеневич Коваленко, Нина Дмитриевна и Борис Петрович Аксеновы. Радует, что такими славными семьями богат наш Миловский край. Обратила внимание присутствующих на этот факт управделами районной администрации Наталья Мельниченко. Эти семьи утверждены областной комиссией из 22 представленных нами на ее рассмотрение. На следующий год мы отправим еще больше номинантов на награждение губернаторским знаком по благо семьи и общества. Подчеркнула Наталья Борисовна. 18 мая в календаре праздничных дат значится как Международный день музеев. В преддверии этого праздника наш корреспондент Сергей Зыков встретился с директором нашего греческого музея Любовью Семережной. Музей – это всегда интересно. Это всегда прикосновение к истории и людям, жившим до нас. Музей – это и научный центр, и справочная служба. Это хранилище ценностей и артефактов. Это место встречи с искусством и великими подвигами. Музей – это целый мир, наполненный удивительными вещами, со своими законами, храмовой тишиной и интересными людьми, делающими незаметно важнейшее дело, пишущими историю сегодняшнего дня и хранящими прошлое. В майские дни, майские праздники у нас была очень новая экскурсия, очень много посещений. Все наши школы, мы им очень благодарны, первая, особенно, потому что она рядышком, и третья, и вторая. Очень много было классов, очень много классов посетили музей. Первый, девятый мая. Ценно, потому что дети, мы очень много знаем об этих событиях. Хотя сейчас школьная программа, учителя говорят, построено несколько подробочек, нас воспитывают. Задают очень много вопросов. Музей вообще, музей – это чем отличается? Да, музей уроков, историю в школе. Музей – это надо все увидеть, это надо к нему прикоснуться. Поэтому музей, в музее атмосфера особая. И вот эти, вот перед канун 9 мая, конечно, ну, показал возросший интерес. В этом году даже больше было экскурсия, чем прошлого года. Во-первых, у нас музей стал дисплан. Это, ну, может быть, говорят, в общем-то, разберет и были дешевые. Но тем не менее, детей было больше. Было три группы школьников, Сарстовский школ. Вот у нас три дня эти по 45 человек, большие группы. Приезжали люди, вот, Николай Ильич Ситников, с его управления, с ДРСУ. Вот, приезжали. И что, наверное, особо важно, вот эти группы школьников и, ну, вот эта вот группа людей, которые с ДРСУ, они проезжали по нашим памятникам. Вот музей развивается. И, естественно, хочется больше, хотя это только краеведки, да, но именно по истории края. Очень любят истории древности, да, истории происхождения. И дети, и люди приходят. Но МИУС-фронт, самые тяжелые бои шли на МИУС-фронте в годы Великой Отечественной. Вот, если взять Ростовскую область, так сложилось исторически. Вот. И интерес, конечно, огромный. А так как у нас очень много памятников, больше 60 сил в районе, посвященных именно Великой Отечественной. Очень много событий. Здесь каждые пять земли полито кровью. И приезжают дети, приезжают внуки уже, тех, которые появились, или которые воевали здесь. Для многих музей – нечто застывшее, мертвое, неразвивающееся. Но это совершенно не так. И мы в этом убедились еще раз, узнав, как живет и развивается наш музей. Музей – это живой организм. И живой механизм. И он никогда не был именно вот таким, знаете, скопищем всех этих вот раритетов, которые вот должны просто храниться. Потому что мы сейчас вообще планируем, да, в этой рубрике в газетах по истории экспоната. Просто одного экспоната. Потому что экспонат – это целая, целая интересная, занимательная история. Это первый центральный зал, который посвящен событиям на Мусфронте. Это 1941-1943 годы. Здесь участники, здесь наши земляки в первую очередь. Здесь участники войны, которые здесь воевали. Здесь герои Советского Союза, наши земляки. И здесь герои Советского Союза, которые получили это звание на нашей земле. Они не мадьвея-курганцы. Есть экспозиции по гражданской войне. Которые тоже именованы мадьвея-курганцы. По истории гражданской войны. И о нашей земле, как и о событиях на этой земле. Есть стена памяти погибших в Тичьи и в Афганистане. Это вот первая, которая мы, когда у нас музей работает в 2000 году. И, может быть, одна из первых экспозиций, которую мы открывали, это вот стена памяти. У нас есть зал именно по истории. Издали веков называется. По истории нашего края. Начиная от каменной бабки, от XII века до н.э., которую нам, семья Жуленко, привезли из Ряженого. Об этом уже писали. Вот видите, говорили. Вот нашли, перестраивали подвал. Нашли, она лежала ступенечкой. Это половецкое захоронение. Электричка привезена в УЗИ. В прошлом году, вот впервые за 11 лет существования людей, вот в этом зале, видите, приобретело оборудование. Экспозиционно-выставочное называется оно. Вот. Оно совершенно современно. Оно все закрывается на замке. Оно все подсветает. Вот. В этом году тоже администрация наша выделила деньги на приобретение оборудования. Мы хотим ее приобрести для именно зала по краеведению. Вот в зале нашего края. Сейчас мы делаем выставку. Напомню, уже сделали. К 75-летию Ростовской области. Вот. Вот этот именно период. Там и духовное наследие, храмы, какие они были, вот, допустим, в то время, да, какие они сейчас. Вот. И фотографии Кургана старого, 50-летней давности, 50-40 лет фотографии. Фотографии будни Матвея Кургана, Матвея Курганского района. Любовь Ивановна рассказала, что в проекте зал природы премиусия. И это было бы замечательно. Ведь растительный и животный мир нашего края очень разнообразен. Желаем нашему музею новых открытий и экспонатов. И поздравляем с наступающим Международным Днем Музеев. Сергей Зыков, Марк Зыков, телекомпания «Премиусия». В связи с рану, становившейся жаркой погодой, тополя в этом году распушились раньше обычного. Для многих это стало проблемой. Аллергологи из разных городов России по этому вопросу на удивление единодушны. И отвечают, пух не вызывает аллергии. Полиноз – это реакция на пыльцу. А тополиный пух является семенем. На самом деле, в это время цветут березы и злаковые. И аллергия возникает на их пыльцу. Однако же определенная вина тополиного пуха в обострении аллергических заболеваний присутствует. Тополиный пух не только очищает воздух от пыли, но и является эффективным переносчиком настоящих аллергенов. Пыльцы – луговых трав. По степени увлажнения воздуха тополь оказывается на первом месте и превосходит ель почти в 10 раз. Тополь декоративен, растет быстро, отличается высокой способностью к размножению, поэтому его используют в озеленении городов и поселков. Сергей Зыков, Марк Зыков, телекомпания «Премиуси». А сейчас коротко о событиях Ростовской области. 15 мая около 3 часов дня в Октябрьском сельском районе на промышленной площадке Новочеркасской ГРЭС произошел отрыв технической площадки козлового крана. По предварительной версии, при работе электромонтированной площадки для обслуживания козлового крана, расположенной на высоте около 14 метров, произошел отрыв площадки. В результате падения двое рабочих 1965 и 1986 года рождения, получив травму, погибли на месте падения. По данному факту, следственными органами проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В Ростовской области случилось еще одно чрезвычайное происшествие. Трагически погиб студент Виталий Пархумчик. Дело происходило на мосту через реку Оксай. Ребята достали из машины трос и привязали его к перилам. Студент Новочеркасского политехнического института Виталий Пархумчик решил прыгнуть первым. Падая в реку, он запутался в тросе. Ударом его откинуло в одну из своей моста. Парень, получавший параллельно два высших образования и заканчивающий учебу на красный диплом, погиб. В Донской столице открылся филиал Центра национальной славы. Он будет работать на базе Ростовского государственного университета путей сообщения. Для участия в церемонии прибыли президент ТОО «Российские железные дороги», председатель фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин и глава Донской митрополии митрополит Ростовский Новочеркасский Меркурий, а также выбернатор Донского края Василий Голубев. Василий Юрьевич рассказал о давнем взаимодействии правительства области с фондом Андрея Первозванного. Результатом такой совместной работы стала организация пребывания на Дону пояса Пресвятой Богородицы. Говоря о задачах открываемого филиала Центра национальной славы, Василий Юрьевич отметил, «Цель нашего сотрудничества одна – человек. Принципиальным для нас является духовное воспитание. Без этого невозможно возрождение, без этого невозможно будущее». Жители хутора Пименова и Кленовского района позвонили в редакцию телекомпании «Премиусье» и сообщили радостную весть. Состоялся суд по их вопросу с водоснабжением, который признал правоту хуторя. Зимой этого года мы рассказывали в рамках новостей «Премиусье» о проблеме жителей хутора Пименова и Кленовского района, которые обратились в редакцию по горячей линии. Из-за того, что были спущены пруды, резко снизился уровень воды в колодцах. Люди остались без питьевой воды и были вынуждены топить снег, добывая таким образом воду. К решению проблемы подключилась Неглиновская районная администрация и сельское поселение. А на днях по данному вопросу состоялся суд, который внял жалобам хуторян и вынес решение в их пользу. Согласно решению суда, искусственные водоемы снова должны быть наполнены. А питьевой водой жители хутора Пименова обеспечат новый водопровод, строительство которого начнется, как обещают, в скором будущем. Это была последняя информация о новостях при МИУСе. Мы с вами не прощаемся и напоминаем, что этот выпуск, как и многие другие, вы можете просмотреть на нашем сайте.